Друзья мои, привет в этом новом выпуске. Я рада вас приветствовать. Сейчас лечу за Евой. Скоро Макс приедет с танцев, школа началась, садики, столько забот. Сегодня влог чисто кулинарный. Готовим сегодня ленивые котлеты по-киевски, если можно так назвать. Давным-давно придумала такой лайфхак и успешно им пользуюсь. Вам советую, потому что курочка получается невероятно сочная. Друзья, такой вариант приготовления можно использовать не обязательно в том виде, который мы будем делать сегодня. В общем, не буду многословить. Полетели в этот выпуск. Я думаю, что он вам очень пригодится. Обязательно готовьте, потому что это бесподобно вкусно. Манифик фантастик понеслась. Если у вас получится пересушить грудку куриную и по этому рецепту, ну, друзья, тогда я складываю из себя все полномочия, потому что сочинея не бывает. Рецепт весьма простой. Нам нужно 4 куриных филе. Я их снимаю с целой курочки. Можно купить и готовой, конечно, но в моем случае я хочу сделать 2 разных интерпретации ленивых котлет по-киевски. Одна из них будет с кожей, а другая без кожи. Дети разные. Кому-то с укропом, кому-то с хрустящей корочкой, поэтому здесь уже как хочу, так и кручу, что называется. Самое главное, это сама идея приготовления куриного филе таким образом. Как видите, я его разделываю. Две филюшки оставляю с кожей и две оставляю чистенькими. Да, друзья, Вася, конечно, разносит, но давайте приступать к приготовлению. Я достаю укропчик, убираю ножки, ну и, конечно, куда же киевская котлета без сливочного масла. На одну куриную грудку примерно потребуется 20 грамм, чуть больше, чуть меньше, не принципиально. И вот теперь, друзья, начинается все самое интересное. Нам необходимо в каждом из филе сделать внутри прорез, что-то вроде кармашка. Делать это стоит очень аккуратно, не стоит торопиться, потому что нам важно не повредить филе. Только кармашек, никаких надрезов самого филе насквозь. Теперь берем брусочки сливочного масла, немного их присаливаем и отправляем внутрь куриного филе. Две филешки я сделаю исключительно с маслом, а остальные две зафарширую также укропом. Когда же филешки подготовлены, мы не забудем с вами их посолить и поперчить. В этот момент также можно добавить любые специи по вашему желанию, сухой чесночок, паприку, в общем, кто что любит. Оставляем филешки подмариноваться буквально на 10 минут и будем их жарить. Ставлю сковородочку разогреваться и мне также потребуются самые обыкновенные панировочные сухари. Доброе количество насыпаю в тарелочку и да, не забудем, что нам нужно разогреть не только сковороду, а еще и масло. Любое растительное на ваш выбор. И как только оно разогрелось, убавляем температуру до среднего. Теперь панируем курочку исключительно в сухарях, хорошенечко ее обваляем и отправляем обжариваться в сковородочку. Обжариваем с двух сторон приблизительно по 3-4 минутки до золотисто-румяной корочки. А потом всю эту красоту вместе с вами еще уберем в духовочку, которая разогрета у меня на 180 градусов. Вверх и низ, конвекция не обязательно. И доведем ее там до полной готовности еще минут 7-10, ну максимум 12. Все зависит от размера самого филе. И поверьте мне, этого будет более чем достаточно. Мясо получается просто невероятно сочное, хрустящее. Подавайте как на праздничный стол, так и в будние дни, друзья, потому что элементарнейший рецептик. Если учитывать, что на приготовление этого царского пира, по-другому назвать его не могу, у меня ушло всего лишь 30 минут, то мне кажется, это прекрасная возможность еще к тому же оптимизировать свое время друзьям. А теперь пришло то время, когда мы можем посмотреть, что же получилось у нас на разрезе. Но кто может сказать, что эта курочка не сочная? Отправляемся дегустировать. Друзья, обязательно пробуйте, потому что это фантастически вкусно. Вторая, Ева ест руками, остановиться не может. Говори всем пока. Пока! Вот такой рецептик, друзья, что дети не могут остановиться. Мы были очень рады для вас стараться. Целуем, любим. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Я уверена, что вам понравится. До новых встреч, что называется. Совсем скоро увидимся. Целую вас, обнимаю и очень люблю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!